Россия наращивает количество военных на админгранице с Крымом. Об этом сообщил помощник главы госпогранслужбы Олег Слободян. По его словам, позиции вооруженных сил РФ усилились новой техникой и личным составом. Значительно увеличилась активность военной авиации, беспилотников и морских катеров. Также, по его словам, ситуация на админгранице с Крымом остается напряженной. Там завершается ротация российских войск. На смену приходят подразделения с более современной техникой. Мы предприняли меры еще 7 августа. Когда только начались непонятные блокировки пунктов пропуска, тогда были отданы необходимые указания по усилению наших подразделений и другим мероприятиям, направленным на недопущение каких-либо провокаций. На данный момент, учитывая обстоятельства вчерашнего заявления ФСБ Российской Федерации, уточнены действия нашими подразделениями, находившимися на границе. Хочу подчеркнуть, сейчас на административной границе с Крымом находится не только подразделение госпогранслужбы. Задачи выполняем совместно с вооруженными силами нацполиции. Мы готовы к любому развитию событий. Безопасно либо небезопасно ехать на территорию Крыма. Однозначно небезопасно и неэтично в том числе на данный момент, потому что на территории Крыма сейчас находится более 20 политических заключенных. Есть масса людей, которые сейчас неизвестно где находятся. Там подшляются постоянные обыски и аресты людей. И связи с сейчас задержанием гражданина Украины, по-моему, и его обмене, его принадлежностью по политическим каким-то актам и участию в таких вот группах. Но это связи с тем, что Россия будет постоянно такое делать. И сейчас на волне борьбы с терроризмом начнется целая волна политических заключенных на территории Крыма. И в том числе, возможно, борьба с несогласными и вытягивание вот так вот туристов, которые могут иметь отношение к политической активности.